не лечишь то зубы то денег жалко на зубы или еще проценты ни на кем не зуб подвернул я думал он вообще вылетит сейчас болит но все равно два куска мяса за полтора часа это слишком я не знаю тем более зубов нет зачем мясо тогда есть если их и зубов нет прикончить хотел сегодня уже по пост по стол павел говорит чтобы не соблазнить брата своего не буду есть мясо вовек а ты раз меня не послушался я тебя домой спроводил тут второй раз оскор полчаса ты бы сказал сергей плачу тут мясо давай три часа я пришел 1 1 3 все полюбив по согласию но когда ты говоришь ваз через полчаса выходить и гриста хорошо выйду а потом я прихожу через полтора часа ты сидишь это в опять обман получается опять ты получается мои слова тебе по боку тебя мясо дороже чем послушание значит я то есть ты не не нуждаешься не не в теплом жилье не 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 ничего тебя все есть дрова есть поэтому эти сказал завтра все шансы тебе был дать им 2 ты его не использовал поедешь раз домой дрова то у тебя еще есть дров навалом суши 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 но это твои проблемы понимаешь ты этот домик покупал ты знал как зимовать ты там жил зиму жил не не просился никому морозы были мы тебя приехали ты там жил там же можно я у тебя был там когда натоплено тепло ты просто ленишься и тебя дьявол ушила на ночь я не топлю все значит я буду замерзать а вы все вокруг все плохие потому что у вас нету сострадание и да есть у нас сострадание ты же не на улице ночевал здесь у меня но не нужно злоупотреблять этим состраданием и милость нужно на бога надеюсь она сам не плашает тогда тихонич он сам не плашает поэтому ему и благословения такие от господа а ты ленишься ждешь манны небесной не будет тебе манны ты сам для бога сначала потрудись дал тебе объявления расклеивать все у тебя руки замерзнут ты работать не хочешь дрова тебе привезли они какие-то гнилые дал денег тебе на крупы руки мерзнут я на пальцы но на следующий год это день у меня вообще свело пальцы ну у тебя ж такие судороги но шубинки же ты понимаешь шубинки ты к объявления ну ты пять минут одно объявление клеишь конечно тебя сведут но ты маленько то шевелись у тебя руки то моложе посмотрел я я тебе показывал мне руки то калеки руки калеки гнать тихонича в морозилке мурыжили легкие все все и однако он все делает и по лестнице лазит голубям и все и управляется если надо и печку затопит и все сделает он старше тебя почему такая почему такая несправедливость вася как-то больные пальцы я вот у виктора андреевича когда уже жил с тобой я не знал мне трудно было с тобой говорю виктор андреевич вот твой врач василий он больной или прикидывается знаешь что он мне ответил в этой больной прикидывается я не знаю когда ты действительно больной прикидывается да да но прикидывается то это по-христиански как ты считаешь это по совести ну как прикидывается я же не мальчик был издаление издаление я бы если тренировался выходил каждый день у меня бы ноги были то ты нормально ходишь я с тобой ходил ты и на лыжах на хрюто нормально но еще в 70 лет такого вот у меня деревянно вот оно еще не прошло деревянно вот подеревенело кто деревянный тот он на постели лежит никуда не ходит и то парализованный человек брат сергей вчера был козлок и то сколько он делает ну хорошо вася ты дрова колоть можешь сосуды что-то не проход был вася ты дрова колоть можешь ну но можешь а почему вас не колешь хондрос в ногу пошел а почему не колешь колю ну где вместо зарядки каждый день как как это же по это же коле это же поле это же поле это же полезно для здоровья полезно для здоровья ну вот я когда тебя в субботу в храм забирал я говорю я тебя в субботу заберу приехал за тобой на машине такое дали привез тебя помыл в храм отвез вот я тебе сказал что ты в воскресенье поедешь назад было такое после службы что ты в воскресенье поедешь домой почему ты не хотел отвезти но не повез но не повез а что тебя возить автобусы ходят день был три часа дня добираться там туда добрался бы никто на такси не не ездит у нас дроботы еще дальше живут они на автобусах ездят она больная у него рак вообще не то что хондрос она еле еле ходит она приезжает на автобусе такси не нанимает вот так ты привык на дармовщинку на такси тебя привезли увезли то у тебя пенсия есть жилье есть здоровье есть зачем тебе это зачем тебе прикидываться то когда ничего на самом деле нету то ну ты дал мне послабление что это буду забирать и ты но д д подожди я клюк любую ну ну я тебя забрал но я тебе сказал что я тебя заберу на выходные обратно привезут и почему не заготовил дров знаю что в воскресенье тебя привезу и тебе надо будет днем топить и ты сразу нету дров а че не заготовил то дров там наколоть ну это ну 10 минут ты говоришь 6 часов у тебя что-то с головой со временем совершенно не ну топить топить то я тебе говорю 6 часов это минимально больше чтобы натопить кирпичи нагрелись ну пока топится ты у печки сидишь она уже она уже горячая так она дымит надо замазывать глину дымит сколько она у тебя времени дымит уже дымит ну ты дырю надо заделывать ну чё не заделаешь ну чё съезжай есть чем заделывать сейчас мороз сейчас мороз ну ты как-то же за зиму там жил до морозов то дымила она я к тебе приходил никогда дыма не было все там она может поддымит в самом начале то чуть-чуть сильно дымит 6 часов она у тебя дым оттуда валит да или как ну поддымливает щели кругом надо чистить ну а чё не чистишь то колодцы я не знаю чё надо ну колодцы чистить надо вытаскивать кирпичи кирпичи вытаскивать кирпичи ты не знаешь как это делать ну а почему весной то не сделал она у тебя весной дымила только по весне я не топил не топил ну когда ты первый раз затопила назад а какая весна я же под осень купил ну в смысле я оговорился осенью когда морозов еще не было она у тебя в морозы начала дымить или сразу так было тепло только морозы в морозы затопил большие морозы уже стали так я терпел а зачем ты терпел друг ну ты знаешь что у тебя хронический этот кашель туберкулезом переболел зачем терпеть зачем подвергать свою жизнь опасности деньги есть пенсия есть дрова и есть все все есть ну лень матушка олень матушка описание как написано ленивый подобен чему не знаешь ну давай я тебе скажу подними глаза ленивый подобен воловьему по мёту прикоснуться даже противно понимаешь и там я думал ты хоть как-то эту лень разгонишь потому что надо есть надо согреться думал здесь то у меня ничего не надо читать нет не будем все прочитали в россии у бога трудолюбия вася желание трудиться у бога понял давай помолимся вставай ну вот сюда наверх положить сюда все вставай вот крест ты своими словами там мой умеешь молиться не умеешь только по бумажке да вот господь видишь на кресте распятый он туда смотрю видишь ты веришь что он умер и воскрес верю ты веришь что он может тебя изменить так же как меня изменил так же как у нас всеобщему изменились веришь проси своими словами прям можешь на колени встать как ты вчера молился по бумажке и плакал не выдавливай но нету слез господь не дает значит другой раз вчера вот выдавил сегодня ну просто своими словами какие у тебя трудности из-за чего у тебя такая жизнь непутевая кто в этом виноват бог братья и от санты по своей лени по своей лени ты хочешь измениться кто тебя заблудил сам себя заблудил а кто тебя сможет из этого из этих пут вы высвободить кто спаситель наш от грехов иисус христос иисус христос иисус христос вот и проси его чтобы он избавил тебя от лени перекрестись перекрестись во имя отца во имя отца и сына и святаго духа аминь господи иисус христос и не более и ошибка от многого заблуждения и лени прости Господи меня многогрешного, ибо не знаю, что творю прости Господи, долгие мои согрешения оймини оймини оймини